Привет! Сегодня у нас будет обзор, а точнее сравнение трех смартфонов, которые я облизываю. Да, будет сравнение безумное, сумасшедшее, и я буду сравнивать iPhone 11, Oppo Reno 3 Pro и OnePlus 8. Да-да, именно эти три бренда всегда заносят нам деньги, чтобы мы их расхваливали и унижали другие смартфоны. Но суть не об этом. Я, во-первых, хочу сказать, что сравнивать iOS с Android, это то же самое, что сравнить шаурму с запеканкой. И нереально, невозможно. Поэтому мы будем идти совершенно по другому пути. Да, конечно, сравним и сегодня процессоры, и экраны, и ликвидность смартфонов, но в любом случае любому человеку нужно выбрать какой-то гаджет. И ему без разницы. Иногда бывает даже iOS или Android. Самое главное, чтобы вот цена была где-то в районе вот той цены, которая у нас сейчас есть на эти смартфоны. Потому что эти гаджеты находятся плюс-минус на одном ценовом уровне. А все цены, как вы знаете, вы можете смотреть на сайте из синтетики. Я оставлю ссылочки в описании на каждый из локов, чтобы вы могли проверить цены в местных магазинах, а также в Китае. Ну, давайте вернемся в 2019 год. Apple выпускает у нас iPhone 11. И как ни крути, лидером продаж именно за квартал последнего 2019 года стал именно iPhone 11. Почему? Потому что Android-устройства реально не успели за Apple. А плюс ко всему, на фоне проблем Google и Huawei, тут вообще просто как мамочка прописала, Apple начинал занимать все лидирующие позиции. И при этом компания BBK, видя проблемы Huawei, однозначно начинает выпускать свои смартфоны на глобальный рынок. И вот, знаете, вот у меня такая есть мысль, что подражание OnePlus тоже с этим однозначно связано. Ну и BBK выпускает Rina 3 Pro и OnePlus 8 плюс-минус за одинаковую цену. Из сравнения я хочу начать нестандартно, потому что каждым из этих смартфонов мы долгое время в нашей команде пользуемся. Поэтому будет такая, знаете, личная практика. И вот если говорить про iPhone, друзья, самый главный факап iPhone'а, это вот из личной практики, это связь. Вот как ни крути, но вот Intel не может. И, с одной стороны, ты пользуешься iPhone'ом, и тебе кажется, что все в порядке, все нормально, до тех пор, пока ты не вставишь свою сим-карточку, эту же сим-карту, в любое Android-устройство. Тем более в OnePlus 8 или в Rina 3 Pro. Потому что, ну, в тех местах, где iPhone реально сбивается, продукция от той же компании BBK однозначно будет держать связь. И еще из личной практики вам скажу, что проблемы iPhone'а не только связаны с мобильной связью, а также даже с Wi-Fi. Wi-Fi не самый идеальный, потому что у меня дома в детской комнате Wi-Fi достаточно далеко находится, и iPhone там просто, ну, очень медленный. Берешь OnePlus, берешь Rina 3 Pro, все зашибись. И если еще немного задержаться на связи, то, кстати, в 2020 году такая фраза «фу, iPhone односимочный» уже не катит. Я, честно, не говорю про смартфоны, которые выпускаются для рынка Китая. Судья в том, что любой iPhone уже поддерживает eSIM. И это, по сути говоря, работающая, физическая вторая сим-карта, физическая в кавычках. И в России и в Украине есть операторы, которые предоставляют eSIM. А некоторые бренды на Android, кстати, отказываются от вторых сим-карт и ставят там заглушечки. Напишите в комментариях, о каком смартфоне я сейчас говорю. Теперь давайте поговорим про экраны. И, друзья, на бумаге экраны Oppo и OnePlus лучше, чем айфоновская ретина. И это есть также по факту. И несмотря на то, что восьмерка или на 3 Pro кажутся похожими, что калибровка, что максимальная яркость, я могу отмечить лично от себя, вот, субъективное очень мнение, но экран на OnePlus мне понравился почему-то больше. 90 Гц в OnePlus и Oppo. Здесь я ничего не буду говорить, потому что я повторяю это уже много раз в себя на канале. В iPhone не нужны 90 Гц, потому что там есть плавность операционная система, которая, в принципе, компенсируется в Android-устройствах именно 90 Гц. Кстати, совершенно недавно, когда тестировали Redmi 10X, обзор, который мы недавно совершенно выпустили на канале, я думаю, блин, а что оно так лагает? А там просто 60 Гц. Когда берешь Android-устройство с 90 Гц, тебе кажется, что все плавно, если сравнивать, опять-таки, с iPhone. Ну, а вот в Rina 3 Pro есть классная фишка, это Always on Display. В OnePlus и в iPhone, к сожалению, этого нету, это им большое фу. Но, в отличие от AMOLED от компании BK, Retina в iPhone, как ни крути, подходит для редактирования фото. Баланс белого у него практически идеальный. Опа, он немного завален в холодные тона, а вот, допустим, в OnePlus немного в теплое. Ну, и вы можете кричать, Антон, шим, шим, в AMOLED-ах же здесь есть шим. Но эти экраны от компании BK круто настроены производителем, и есть однозначно функция DC Dimming, которая здорово ломает, кстати, светопередачу на низкой яркости. И теперь мне хочется перейти к практичности использования этих смартфонов, потому что, допустим, друзья, если вы захотите купить пленочку или стекло на iPhone, мне кажется, вы это сделаете в любом переходе. Вот в любом магазине, куда не заходите, где есть техника, вам однозначно там продадут, потому что, ну, как бы, блин, это iPhone. Он у большинства есть, но и также, если вы случайно разобьете ваш дисплей, сломается у вас iPhone, ремонт будет быстрый и не обязательно у официала. Это может сделать, ну, блин, очень много сервисов, которые ремонтируют именно iPhone, потому что там все многим известно. Если же говорить про OnePlus и Oppo, во-первых, про аксессуары, то здесь все сложновато. Вам придется их искать. Именно искать, через интернет где-то заказывать, а то, может быть, даже иногда и в Китае. Ну и по поводу ремонта пригодности. Да, Oppo у нас есть официально, запчасти будут, но учитывайте, разбивайте этот классный крутой дисплей, и вы попадаете на очень большую сумму в ремонте. И я здесь ни в коем случае не хочу сказать, что Apple, типа, в этом плане лучше. Нет, вам просто нужно знать эту информацию. И давайте перейдем теперь к User Experience. И эта штука очень неоднозначна. И многие мне как бы говорят, да, Антон, мне вообще без разницы, как смартфон держится, какой у него Vibro. Самое главное, чтобы он работал и выполнял у тебя функции, которые я ему ставлю. Эти люди, пожалуйста, потерпите минуточку. Ведь в OnePlus реально, в OnePlus 8, по сути говоря, это уже предфлагманский смартфон. В этой компании в нем поработали над Vibro. Да, его я не хочу сравнивать с iPhone, потому что, ну, просто даже физический Taptic Engine гораздо больше, чем то же Vibro, которое находится внутри смартфона OnePlus. Но простой обыватель, мне кажется, не будет сильно замечать разницу. Тем более, в последнее время компания OnePlus начинает интегрировать Vibro в свою систему. И это тоже им позволяет уже не так сильно выделяться на фоне iPhone. Ведь в том же OnePlus, и теперь, когда вы переходите с ширика на основную камеру, то идет маленькая Vibro, отлик, сворачиваете приложение, то есть звук даже небольшой может появляться от Vibro. Это все очень классно. Про Apple я ничего не буду говорить. Они красавцы здесь, но, друзья, компания Oppo, почему-то именно в этом смартфоне, в Rino 3 Pro, они решили от этого отказаться. Все просто, в общем-то. Потому что у них есть флагманский Find X2. Вот там все очень хорошо тоже проработано. А вот Oppo Rino 3 Pro, который у нас сегодня в сравнении, к сожалению, по Vibro, проигрывает с сегодняшним двум конкурентом. И в юзере Experience очень важно тоже, как смартфон вообще лежит в руке, приятно ли тебе его держать. И здесь у нас, друзья, самый компактный смартфон не iPhone с диагональю 6.1, а Rino 3 Pro с диагональю 6.5. Он просто охренительно держится без чекла, он тонкий, эти скошенные края. Ах, тебе просто нравится держать этот смартфон. И я говорил это в основном обзоре, что просто это, наверное, самое лучшее решение за эти финансы, если вы хотите ощущать прикольный гаджет в ваших руках. OnePlus немного потолще, но у них есть фишечка вот этой матовость. То есть матовая задняя крышка тоже помогает им хоть как-то выделяться. iPhone же здесь вообще на этом всем фоне, это, знаете, какой-то толстячок, который с Lightning, который с большими рамками. Ах, и на него смотришь, и кажется, это, блин, смартфон из 2018 или 2017 года. Итог по эргономике и вообще тактильным ощущениям, однозначно, iPhone здесь просто сливает всем. Да, конечно, у него есть влагозащита на фоне конкурентов, у него есть беспроводная зарядка, кому-то это будет очень важно. А вот компания BBK, OnePlus и Oppo Reno 3 Pro, просто, вот знаете, они вот лучше. Во всем лучше, но при этом всем Reno 3 Pro. Если бы у них был бы вибромоторчик хороший, проработанный, а не маркетинговый, они-то урезали, то я бы сказал, что это самый лучший по тактильным ощущениям смартфон. Но именно поэтому первенство я даю OnePlus, несмотря на то, что он также немного толще, но, блин, у него, вот знаете, вот это вот есть комбинация всего. И внешний мид хороший, и достаточно компактный на фоне своих конкурентов. Ну и вибромоторчик проработан. И маленькое отступление, разобьем наше сравнение. Помните, друзья, что у нас есть классная группа Telegram. Скоро будет акция на Алиэкспрессе, так что подписывайтесь. Там будут, скорее всего, бомбические цены на разные гаджеты, особенно Xiaomi, Realme, вот это все там будет. Ссылочка внизу в описании на нашу группу Telegram. Вот именно в эти дни будет там акция, там будет много флеш-новостей, так что приятных вам покупок. Переходим теперь к тому, где компания Apple реально могет. Вот, процессоры, как ни крути, они не просто берут ядра Cortex и что-то добавляют. Нет, они реально их модифицируют. Компания же Qualcomm, а именно в сегодняшних наших героях стоит Snapdragon 865 и 765. Они забили в последнее время на модификацию, и просто на Cortex A77 добавляют, допустим, какое-то навесное UFS 3.0, 3.1 и так далее. И я хочу здесь выделить 765 Snapdragon в Oppo Reno 3 Pro. Он реально слабее. Он реально слабенький процессор на фоне этих двух гигантов, но я должен сказать, что компания Oppo пытается всегда аргументировать, что они a-brand, они серьезная контора, которая за эту сумму может предложить вам не только хороший процессор, но и самое главное, ПО, о чем мы чуть-чуть позже поговорим. Так, тесты. Вот вам игра Shadowgun Legends. Кстати, это не реклама, она просто очень мощная. И играем по 40 минут. OnePlus после 30 минут начал ловить просадки вплоть до 45 кадров. Но после окончания карты и пары минут нахождения в нейтральной зоне, процессы вает и дальше выдает FPS около 60. С редкими просадками до 56 кадров. iPhone же спустя 7 минут игры зарезал яркость наполовину. Но, на мое удивление, работа просто шедевральная. Просадки только при смене локации, а так 60 FPS, как вкопанные. Это меня реально удивляет в этом процессоре. И однозначно здесь есть некое влияние не самого высокого разрешения в iPhone 11. А вот для Rino 3 Pro 765 с Snapdragon на ультра настройках Shadowgun, ну, ему реально было очень сложно. В среднем 45 FPS с просадками до 30 кадров, притом нередкими. Игра реально работает хуже на этих настройках, и здесь проявляется его бюджетность. Но что меня удивило, это нагрев. Ведь хоть Rino 3 Pro оказался самым слабым по процессору, но самым крутым по охлаждению. И здесь не просто мини-мощный 765. Нет, друзья, компоновка в смартфонах Oppo. Если углубляться, как они созданы, эти смартфоны, она просто шикарная. Друзья, 40 градусов у нас было в этом смартфоне. OnePlus же по температуре показывал 44 градуса. iPhone же 45. Это частично, конечно, соответствует отдаче производительности. Также нужно отметить, что в Rino 3 Pro стоит память с UFS 2.1, с приставочкой Ride Turbo. В принципе, скорость нормальная, но не самая лучшая. А компания Apple в этой сфере, она реально живет в своей среде и забивает на всякие эти показатели. OnePlus же, в свою очередь, может похвалиться USB третьего поколения. Очень удобно SSD подключить и перекидывать какую-то информацию. Также у нас Wi-Fi 6, у нас Bluetooth 5.1, как и в Oppo Rino 3 Pro. Ну и как вы видите, OnePlus, знаете, такой напичканный, так вот его стероидами накачали. Ну, как бы это OnePlus. Но, друзья, ПО. Маленькое наступление, потому что я не особо люблю об этом говорить, так как на вкус и цвет караныши разные. Но OnePlus по ПО будет самый худший. К сожалению, у него достаточно много лагов. Если вы смотрите стрим какой-то через браузер, он реально может у вас зависнуть. У вас уведомления появляются на полэкрана, и ты их никуда не можешь смахнуть. Мы говорили в обзоре о многих багах в этом смартфоне, и реально на фоне этих троих у OnePlus здесь самый худший ППО на данный момент. То я очень надеюсь, что, допустим, у них недавно обнова пришла, они добавили кодек 265 в видео, они исправили баг с потерей сети, но все это пока что просто обещание. Я же хочу вам сказать, что, конечно, про Apple с экосистемой я не буду ничего говорить. Мы снимали тоже отдельное видео об этом. Это вообще реально другая вселенная. Но вот компания Oppo из Android устройств меня больше всего всегда удивляет, потому что на старте продаж у них минимальные лаги. Их оболочка реально удобно пользоваться, и ты не задумываешься о том, что у тебя что-то подлагивает. Опа, большое тебе спасибо, потому что реально они вкладывают большие деньги в ПО и его тестирование. Тот же Find X2, который у нас был на обзоре, это предрелизная версия, она работала просто идеально. OnePlus этим похвастаться не может. Теперь давайте переходим к камерам. И здесь, наверное, в этом сегменте большинству нужен смартфон для того, чтобы хорошо выложить в Instagram вашу фотографию. В принципе, все эти смартфоны выдерживают этот критерий серьезный. По количеству модулей, конечно, Oppo рвет всех здесь. У него и телевик есть, и ширик, ясное дело. Но OnePlus и iPhone могут снимать 4K при 60 кадрах, а также в режиме 30 кадров переключаться между модулями. Компания Oppo добавила эту фишку именно в Find X2. Ладно, переходим к фотографиям. Дневная локация. И тут, как и ожидалось, максимально равный результат. В современных смартфонах даже бюджетки умеют снимать очень хорошо днем. Можно лишь отметить то, что iPhone сделал фото с холодным оттенком, а Oppo делает все более ярким. Второе фото куда интереснее. Локация часы напротив танка с контровым светом. Делаем кроп, и iPhone, как по мне, слил по работе HDR своим соперникам. Oppo пересветил фото, ну и OnePlus показал самую красивую картинку, а по детализации здесь у нас, в принципе, паритет. Далее я хочу обратить ваше внимание на работу HDR у iPhone. Он крайне паршиво работает. Вечно засвечивает фотографии, и тут вопрос, это проблема в софте, или старый сенсор дал такой результат. Пишите об этом в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Теперь вечернее фото, и сразу же, друзья, кропик. Лучшая детализация на iPhone 11 со старым сенсором. Но он фото завалил немного в теплые тона. Опо, чуть меньше шумов, да и детализация на уровне. OnePlus же проиграл по детализации, но баланс белого на нем в этой части фото самый правильный. Но вот вам небо. Самая правильная передача неба именно в iPhone 11. Опо же сделал его в своей манере немного синевой. OnePlus где-то посередине между iPhone и Oppo. Теперь ночной режим. И тут Oppo вообще промазал с балансом белого. Я удивился. Он реально пытался убрать оранжевый цвет, что, в принципе, похвально, но в итоге сделал фото практически черно-белым. Между OnePlus и iPhone последний все-таки выигрывает по детализации и по цветопередаче. Да и с источником света он отработал лучше всех. Oppo и OnePlus же словили блики. Портретная фотография нашего Димона, и она сделана максимально по-разному всеми гаджетами. OnePlus и Oppo схожи по работе со светом, но они сделали тени максимально неестественными. Кстати, все портретные фотографии сделаны именно на основной сенсор камеры. Но, друзья, iPhone очень хорошо работает в портретном режиме с солнцем и вытягивает все тени. Баланс белого самый правильный только на Oppo. OnePlus и iPhone не смогли передать правильный цвет футболки, а iPhone вообще, посмотрите, что сделал цветом кожи. Но по ошибкам OnePlus и iPhone плохи. Размыли руку. iPhone размыл портфель. Oppo показывает лучший результат по портретке именно в этой локации. Так, тест записи видео. 4К 30 кадров. Сравниваем iPhone с OnePlus. Напоминаю, что iPhone пишет спереди звук, спереди. Так, проходка. Сейчас видите динамический диапазон сенсоров. Как автофокус отрабатывает. На iPhone вижу блики. Из-за плохого антибликового покрытия. И давайте пробежка. Так, а теперь сравнение видеозаписи с Rino 3. Опять же, динамический диапазон. Солнце светит. Сейчас подойдем к дереву, проверим, как фокус работает. Также слушайте, как записывает звук. То, что я видел до этого. OnePlus рвал всех по записи видео. Кстати, хотел бы напомнить, что у OnePlus можно приключаться на широкоугольный модуль. И сейчас пробежка. Наташка, помнишь, что тут? Ну, как-то так. Так, а вот сравнение шириков. Шириков 4К 30 кадров. Так могут снимать OnePlus и iPhone. Вот вам яркое небо. Смотрите, как работает динамический диапазон. Ну, и напомню, что на OnePlus есть автофокус, в отличие от iPhone. Ну, и то, что я вижу на iPhone, более широкий угол захвата. Смотрите, стабилизацию. Как автофокус работает на OnePlus. Ну, и пробежка по стандарту. И тут еще небольшой итог по фото. Я все же удивлен. То, что Android-устройство именно в этом ценовом сегменте уже догоняет iPhone, который, ясно дело, будет немного дороже. И, в общем-то, учитывая вообще то, что в iPhone стоит старый сенсор, однозначно решает все ПО. Именно ПО. А не какие-то там новые IMX 689 и так далее. Кстати, Apple уже более трех лет работает с этим сенсором. И вот, видите, на данный момент они рвут эти всякие 48 мегапикселей и так далее. Далее переходим к автономности. И здесь, друзья, просто мои переживания от личного использования этих гаджетов. Однозначно iPhone. Как бы в 2019 году говорили, что лучше ли у нас автономность, батарейка чуть-чуть улучшена. Но, блин, он реально сливает с сегодняшним Android-конкурентом. Да, конечно, там и батарейка больше 4000 мАч, там и AMOLED-матрицы, но, друзья, под вообще использованием гаджетов iPhone на 30-40% будет хуже держать, чем Oppo Reno 3 Pro или OnePlus 8. OnePlus 8 и Reno 3 Pro хватает в среднем на сутки или сутки, знаете, вот с хвостиком. Может быть, полутора суток максимум. Но еще один момент, в котором компания BBK рвет всех, это, друзья, быстрые зарядки. Ведь Reno 3 Pro и OnePlus 8 показывают 70 и 65% заряда за полчаса, соответственно. Это очень классный результат, потому что с iPhone иногда тебе приходится жить возле розетки. Честно вам скажу, бывало такое не раз. Ну и мультимедийный динамик, друзья. Здесь полный разрыв. Разрыв купертиновцев конкретный, потому что OnePlus и Oppo очень хороши по мультимедии. И здесь там и там везде у нас стерео, как бы, но в последнее время компания BBK очень серьезный акцент ставит на мультимедийный динамик. Если сравнивать OnePlus и Oppo Reno 3 Pro, то я выделю именно OnePlus. В OnePlus звук мне показался более богатый, чем в Reno 3 Pro. Но опять-таки, скорее всего, вы большую разницу не будете замечать, если будете по отдельности слушать эти гаджеты. Какой же итог? В принципе, по многим показателям именно Android устройство сегодня порвали жестко iPhone. Жестко порвали, но, понимаете, iPhone это немного другая вещь, это немного другая вселенная. Вот почему я говорю, что типа их нельзя сравнивать, потому что многие люди покупают iPhone, чтобы не париться. Купили и забыли. В принципе, так большинство людей делает. Но сегодняшние вот эти два наших серьезных конкурента, и, по сути говоря, они выиграли, а именно Oppo и OnePlus у iPhone. Я должен сказать, что OnePlus это, знаете, такой серьезный качок. У него реально есть достоинства, и многие забили на OnePlus 8, но я хочу вам сказать, что это классный гаджет. Конечно, нужно немного ждать падения цены, потому что очень дорого сейчас на старте. А если говорить о компании Oppo, Oppo Reno 3 Pro, это такой, знаете, старший брат OnePlus. Да, у него урезаны, маркетингово некоторые фишки, как тоже Vibro, но реально очень крутой гаджет, если вы взрослый человек, если вам нужен смартфон на Android, и вы хотите наслаждаться гаджетом тактильно. Если мы говорим про оболочку, то баги там минимизированы, и, в общем-то, я могу вам однозначно рекомендовать, как OnePlus, как Reno 3 Pro, как iPhone 11. Они, в принципе, найдут своих покупателей. И по итогу, друзья, я обрезал все эти три гаджета. Вот красавчик Антон Григорьев. Ну, друзья, мы просто взяли на рынке самые интересные и самые прикольные предложения. И они имеют некий шарм, они имеют своих потребителей. И я думаю, что если вы возьмете один из трех этих гаджетов, или один из двух, если мы говорим про Android устройство, вы однозначно будете довольны. Но ждем падения цены. Блин, Android устройство, пожалуйста, чуть падает в цене, потому что, типа, iPhone дорогой, но, друзья, на вторичке вы зачастую вы продаете, ну, с потерей 10-15%, с Android устройствами там 20, а то и даже 30. Все. Большое спасибо вам за просмотр. С вас палец вверх и пока. Пока-два.